ГТРК «Поморий» и Русфонд продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно смс-сообщений со словом «Дети» на номер 5542. В вашей помощи нуждается Максим Зевакин. Подробнее о проблеме мальчика и о том, как ему помочь, в нашем следующем сюжете. Он грезит футболом и мечтает играть за ЦСКА. Максим Зевакин на первый взгляд кажется обычным десятилетним парнем. Он тренируется наравне со всеми и отрабатывает технику владения мечом. Сразу и не скажешь, что Максим инвалид. Его правая рука практически не двигается. Впрочем, даже этот факт не мешает маленькому спортсмену идти к своей цели. Не помеха, не мешает. Только работают только ноги. А еще Максим любит рыбалку и неплохо разбирается в технике. Да и в школе учится хорошо. И это несмотря на то, что он только недавно научился приподнимать руку вверх и захватывать кистью предметы. Инвалидность мальчик получил еще в младенчестве. На седьмые сутки жизни Максиму поставили диагноз перелом левой лучевой кости и акушерский паралич правой руки. Лечили консервативно массаж магнит-электрофорез. Домой Максима выписали через месяц без рекомендаций. Про акушерский паралич сказали. Это не лечится. Крупный плод был. Родовая травма шейного отдела позвоночника. Был перелом плечевой кости со смещением левой ручки и рыба справа. И очень надеется на ту операцию, что будет лучше. Что рука не поднимается вверх, отвести он ее не может в сторону. Приходится, бывает, даже и помогать, одеться. Тоже рубаху, пуговицу есть, умыть, куртку. Сначала одеваем пораженную руку, затем здоровую. Дальше годы стандартного лечения. Приглашали домой массажиста, занимались лечебной физкультурой. Татьяна уже потеряла надежду на то, что ее сын сможет полноценно двигать правой рукой. О ярославском микрохирурге Михаиле Новикове женщина узнала совершенно случайно. Искала в интернете новые методы лечения и упражнения и наткнулась на информацию. Написала в клинику. Максима пригласили на консультацию. После личного осмотра и обследования доктор Новиков сказал, мальчику можно помочь, но нужна дорогостоящая операция. Наше лечение будет состоять в том, что мы будем хирурически улучшать баланс за счет перемещения мышц. И также мы будем работать не только на мышцах, но и на костях. В таких поздних случаях не исключено, что нам придется делать его статомир сонно-плечевой кости. Именно потому, что это ребенок уже с последствиями, отчасти выросший, и вот эти изменения, они уже коснулись его костей. Стоимость лечения – 813 750 рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» и сайта «Русфонд» соберут 790 750 рублей. Не хватает лишь 23 тысячи. Для многодетной семьи сумма неподъемная. Устроить детей, зарплаты маленькие. Нам-то нереально самим собрать такую сумму. Помочь Максиму может каждый из нас. Нужно лишь отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Кроме того, у «Русфонда» есть и мобильное приложение, где также можно перевести пожертвования. Татьяна и ее дружная семья верят, что деньги на операцию соберут. И Максим начнет полноценно жить и непременно станет профессиональным футболистом.